Денис Коршиков Европы в Хорватии в 1-4 финале забил Чехов. Вот теперь мой второй гол. Расскажи немножко про ход сегодняшнего поединка. Может быть проведи параллели со вчерашним матчем против Молдавии. Что изменилось? Ну, естественно, мы отдохнули. Настрой чуть другой. Все-таки это испанцы. Понятно, что испанцы хотели контролировать мяч, держать. Испанцы есть испанцы. Но первый тайм процентов 70 на 30 мы мяч держали. За счет вратаря выходили. Все было как бы довольно просто. Они фланги закрывали, середина пуста. И вот так и получился гол. Просто никто в середине никого не было. Я решил пробить. Попал в вратарю там между ног как-то там залетело. Ну, называется, прошил. Потом испанцы, естественно, все поняли. Начали середину держать. Зато начали открывать фланги. То есть в защитке у них, конечно, были проблемы. Ну, а во втором тайме, конечно, мы чуть-чуть подсели. Мы играли, естественно, психологически 1-0 ведем. Мы не хотим рисковать. Мы более закрыто играли. У них там были какие-то полумоменты, но не стопроцентные. Плюс мы в концовочке забили гол. Играли, конечно, испанцы, честно говоря, паршиво, нагло. Такие гнилые ребята. Ну, они проигрывали, естественно. Они русскими не хотят проигрывать. Вот. Я так понимаю, что мы тут на хорошем счету. Вот как раз несколько слов про судейство. Как ты считаешь, арбитры справились с эмоциями этого матча? Я считаю, судья вообще отсудил на 5 баллов. Естественно, где-то были незначительные фолы в нашу сторону, но это все как бы несущественно. Но где надо было сыграть на тоненького судья, он все четко делал. И желтый удал испанцу. И все фолы он судил, как есть. Хотя на него, конечно же, испанцы давили. Но судья молодец. Ну, и несколько слов про болельщиков. Слышны были крики «Россия, Россия!» со стадиона. Да, болельщики молодцы. Даже сейчас при интервью болельщики кричат «Россия!». Я удивился, что тут как бы нас так поддерживают. Очень много русскоговорящих болельщиков наших. Молодцы. Очень приятно. Приятно всегда. Хоть и трибуны пустые, но если есть наши болельщики, это всегда плюс для команды. Спасибо огромное. С победой. Спасибо. Руслан Сафаров, голкипер сборной России. Скажи, пожалуйста, насколько тяжело смотреть матч со скамейки запасных, особенно такой эмоциональный? Да, матч, конечно, эмоциональный очень. Молодцы ребята, что на провокацию не шли, потому что испанцы провоцировали. Хотели, чтобы судей удалили, штрафными задавили нас. А смотреть всегда очень тяжело, играть легче. С эмоцией уходит больше, и кажется, что на поле ты мог больше, чем помочь. Но слава богу, что у нас Коршуков стабильно. И дай бог, что без травм. И в дальнейшем нам только удачи всем ребятам. Ну вот и несколько слов про игру Дениса Коршукова. Мне кажется, он сегодня был просто великолепен. Молодец. Он выполнил установку. Сегодня уже попроще, чем вчера, потому что уже вошли в ритм. И к полю привыкли. И в принципе, не знаю, что он наговорил. Я ему перед игрой сказал, что сегодня выйдешь и забьешь. Но он такой человек, что он может это сдержать. Ну, задачу выполнил, мою задачу. Ну и несколько слов про арбитров. Как они справились? Нет, сегодня я скажу, что арбитры молодцы. Они справились. Сегодня, к удивлению, арбитры отсудили лучше, чем вчерашние немцы. С кем-то, я не знаю. Сегодня молодцы, арбитры справились. Хорошо отсудили игру. Спасибо, с победой. Спасибо, с победой.